Впервые турнир прошел в прошлом году, тогда участвовали 80 спортсменов. И наши гонщики завоевали 13 медалей, 5 из них золотых, и заняли первое место в общекомандном зачете. Сейчас же конкуренция выросла. В Минске собрались 135 спортсменов из 14 стран. На треке зрители могли видеть выступления чемпионов мира и Европы. Когда возникает такая конкуренция, нам очень приятно, что и гонщики национальной сборной, и гонщики велосипедного клуба «Минск» действительно пока реально оправдывают те надежды, которые мы на них возлагали, потому что это гонщики потенциально участники Олимпийских игр. Естественно, на них очень большая ответственность. И эти старты, это, понятно, старты с прицелом на Олимпийские игры. В этом году сразу несколько сборных выставили россияне, украинцы и казахстанцы. Но ожидаемо больше всех 5 команд у белорусов. Это велосипедный клуб «Минск», мужская и женская сборная, «Ргуарцоп» и женская юниорская команда. Не самое лучшее время подобрано, потому что сейчас идет разгар шоссейной подготовки. Естественно, перестроиться очень быстро на трековую подготовку выступления непросто, конечно, нашим ребятам. Но мы видим по результатам, по скорости, которую сегодня показывают, мы видим, что они довольно-таки в неплохой спортивной форме. Задачи выполнены. На сегодняшний момент то, что было запланировано. Уже в первый день наши гонщики показали достойный результат – 8 медалей. Весь пьедестал в скрече остался за белорусскими юниорами. Первое место у Игоря Душина. В женской групповой гонке по очкам не было равных им Савенко. Бронза у еще одной белоруски – Ольги Антоновой. Гонки по очкам – серебро у Романа Романова. Третья наша сборная и в командном спринте. На такой же позиции финишировала Анастасия Дедикова в юниорском скрече. Сегодня белорусы вновь были на высоте. Как и в прошлом году, подтвердила класс Татьяна Широкова. Она участвовала в одной из наиболее сложных трековых дисциплин – «Омниуме». Чемпионка мира и Европы набрала в итоге 228 очков. Знаете, дома, конечно, бывают тяжелые моменты, есть соперники, но дома все-таки ты чувствуешь себя дома. Можно сказать, придает больше силы. Возможно, я была немного увереннее, что и спокойнее, и, не знаю, для меня показалось, что в прошлом году даже, возможно, было и посложнее гонки. У мужчин в этой же дисциплине равных не было Роману Тишкову из велогруппы «Минск». В упорной борьбе на 5 очков он опередил Артема Захарова из Астаны. В групповой гонке по очкам среди юниоров победил брестчанин Виталий Прокопчук. У Нью-Йорок второе и третье место заняли Александр Карпович и Оксана Сафончик. В сквече серебро Антона Музычкина и бронзу Марины Шмейнковой. В итоге у белорусов 15 медалей и первое место в общекомандном зачете. Владислав Яковлев, Александр Зонов. Новости спорта ОНТ.